Когда князь Семен Ростовский изменил, и мы наказали его с милостью, то Сильвестр с вами, злыми советниками своими, начал его держать в великом бережении и помогать ему всяким добром, и не только ему, но и всему роду его. Таким образом, изменникам нашим было хорошо, а мы терпели притеснения. В одном из этих притеснений и ты участвовал. Известно, что вы хотели судить нас с Курлятьевым за Осидского. Началась война с ливонцами. Сильвестр с вами, своими советниками, жестоко на нас за нее восставал. Заболею ли я, или царицы, или дети, все это, по вашим словам, было наказание Божье за наше непослушание к вам. Как вспомню этот тяжкий обратный путь, из Можайска с больною царицу Анастасию, единого ради малого слова не потребно. Молитвы, путешествия по святым местам, приношения и обеты ко святыне о душевном спасении и телесном здравии. Всего этого мы были лишены лукавым о умышлении, о человеческих же средствах, о лекарствах во время болезни и помину никогда не было. Пребывая в таких жестоких скорбях, не будучи в состоянии сносить такой тягости, превышающей силы человеческие, и сыскав измены собаке Алексея Адашева и всех его советников, мы наказали их милостиво. Смертную казнь не казнили никого, но по разным местам разослали. Поп Сильвестр, видя своих советников в Апале, ушел по своей воле. И мы его отпустили не потому, чтобы устыдились его, но потому, что не хотели судить его здесь. Хочу судиться с ним в будущем веке пред Агнцем Божьим, а сын его и до сих пор в благоденствии пребывает, только лица нашего не видит. А мирских людей мы наказали по их измене. Сначала смертную казнью не казнили никого. Но всем приказано было отстать от Сильвестра и Адашева, не иметь с ними сообщения, в чем и взята была со всех присяга. Но советники их, которых ты называешь мучениками, приказ наш и крестное целование вменили ни во что. Не только не отстали от изменников, но и больше начали им помогать и всячески промышлять, чтобы их в первый чин возвратить и составить на нас лютейшее умышление. И так как злоба обнаружилась неутолимая, то виновные по своей вине суд и приняли. В этом рассказе нас не останавливает никакая запутанность или противоречие. Причина и постепенность действий ясны. Иоанн сам объявляет, что нерасположение к вельможам заставило его приблизить к себе Адашева, человека относительно низкого происхождения. Для совета духовного, для нравственного руководства приближен был священник Сильвестр, более всех других к тому способный. Относительно внутренней нравственной жизни подчинение Сильвестру было полное. Но Сильвестр, соединяясь с Адашевым, составив в себе многочисленную и сильную партию, захотел полного подчинения во всем. Несогласие Иоанна с Сильвестром и его советниками выставлялось как непослушание велением Божьим, за которым непосредственно следует наказание. Во время болезни царя Сильвестр, отец Адашева и приятели их действовали так, что заставили Иоанна разувериться в их расположении к нему и его семейству, возбудили или усилили нерасположение к себе царицы и ее братьев и сами не скрывали своего нерасположения к ним. Последнее столкновение, на котором остановился Иоанн при перечислении своих оскорблений, поместил он во время обратного пути из Можайска с больною Анастасею. «Как уже оба воспомяну я же во царствующий град с нашою царицу Анастасею, с немощную, отможайское немилостивное путное прохождение, единого ради малого слова не потребно». Известие это, лишенное подробностей, для нас темно, как известие о деле с Курлятьевым и Сицким и многие другие намеки, делаемые Иоанном в переписке его с Курбским. Но последнее выражение ясно указывает на столкновение Сильвестра и Адашева или советников их с Анастасею. За одно малое слово с ее стороны явилась она им неугодно, за одно малое слово ее они рассердились. Это столкновение, как видно, было последним, решительным в борьбе. Время путешествия Иоанна с больной женой нам известно. Это было в ноябре 1559 года. Весною видим уже Адашева в почетной ссылке при войске, отправлявшемся в Ливонию. В это же время должен был удалиться и Сильвестр. Любопытно и тут видеть остаток того нравственного влияния, которым пользовался Сильвестр над Иоанном. Последний выставляет более виновным Адашева. Сыскав измены собаки Алексея Адашева со всеми его советники. Сильвестр удаляется добровольно. Иоанн повторяет, что он не сделал ему никакого зла, что не хочет судить его, а будет судиться с ним перед судом Христовым. Не воздержанный на бранные выражения, Иоанн в переписке с Курбским позволяет себе только одно бранное выражение насчет Сильвестра. Помня столкновение свои с последним в Совете о делах политических, позволяет себе называть Сильвестра невеждую. Очень важное известие, находимое у Иоанна. Известие о постепенности в опалах. Сперва удаление некоторых. Взятие с оставшихся клятвы не сообщаться с удаленными. Но клятва не соблюдается. Советники Сильвестра и Адашева стараются возвратить им прежнее значение и следуют казни. Действительно трудно предположить, что многочисленная и сильная сторона Сильвестра и Адашева осталась спокойной зрительницей своего падения. Не старалась возвратить себе прежнего положения, чего могла достигнуть только через возвращение Сильвестру и Адашеву их прежнего значения. Это известие тем вероятнее, что объяснение перевода Адашева из Фейлина в Дерт и Сильвестра из Кириллова в Соловецкий монастырь – объяснение, которое сообщает нам Курбский, очень невероятное. Адашеву хотели сдаваться ливонские города. Сильвестра кирилловские монахи держали в большом почете, и это возбудило зависть, опасения во врагах их. Наконец, очень важно, что Иоанн при исчислении вин Сильвестра и Адашева ни слова не упоминает об обвинении в отраве Анастасии, и тем опять подрывает достоверность известия Курбского, будто обвинение в отраве царицы, которые придумали враги Сильвестра и Адашева, и которому поверил Иоанн, было началом опалы. И если бы Иоанн действительно поверил отраве, если бы это был главный пункт обвинения, то что могло помешать ему выставить его в послании Курбскому? Только во втором послании, желая ответить на упрек в потере нравственной чистоты, Иоанн обращается к Курбскому с вопросом «А зачем вы разлучили меня с женою? Если бы вы не отняли у меня мою юницу, то кроновых жертв и не было бы, только бы на меня с попом не стали, то ничего бы и не было бы, все учинилось от вашего самовольства». Таким образом, то, что у Курбского является на первом плане, о том сам Иоанн вовсе сначала не упоминает, а потом упоминает мимоходом, в очень неопределенных выражениях, чтобы только чем-нибудь оправдаться в упреке за нравственные беспорядки. Это различие легко объясняется тем, что Иоанн не считал для себя нужным скрывать главные причины событий – борьбы с Сильвестром, Адашевым и советниками их за власть, что повело к удалению этих лиц. И потом движение стороны Сильвестра и Адашева для возвращения своим вождям прежнего значения, что повело к дальнейшим опалам и казням, тогда как Курбскому хотелось скрыть обе причины. Для этого он перемешал события. Что нужно было поставить впереди, поставил сзади и выставил причину ненастоящую. Иоанн не отрицает казней, последовавших за открытием движения советников Сильвестра и Адашева в пользу последних. Следовательно, имеем право принять показания Курбского у казни одной вдовы, Марии Магдалины, с пятью сыновьями. Вдова эта была родом полька и приняла в Москве православие. По словам Курбского, ее обвиняли в связи с Адашевым и в чародействе. Курбский превозносит ее христианскую жизнь. Тогда же казнены были родственники Адашева. Брат Данила с 12-летним сыном и тестем Туровым. Трое братьев Сатиных, которых сестра была за Алексеем Адашевым. Наконец, родственники Адашевых Иван Шишкин с женою и детьми. Мы не можем только ручаться за известие Курбского во всей их полноте. Например, не знаем, действительно ли Данила Адашев был казнен вместе с 12-летним сыном. На основании признаний самого Иоанна имеем право принять известие Курбского и других современников о порче нравственности Иоанновой, происшедшей в это время. Мы видели, как начало порчи положено было в молодых летах его. Брак, впечатление, произведенное пожарами, влияние Сильвестра и Адашева повели к успокоению страстей, к очищению души, но скоро Иоанн опять стал волноваться подозрением и гневом вследствие поведения Сильвестра и советников его во время болезни своей, вследствие образования при дворе двух сторон, вследствие вражды Сильвестра и стороны его к Анастасии. Наконец Сильвестр и Адашев удалились, но советники их оставались и действовали для возвращения себе прежнего значения. Надобно было действовать против них, употреблять наказание. Опять возвращалась страшная эпоха шуйских, кубенских и воронцовых. Около Иоанна образовалась пустота. Люди, к которым он привык, которых любил и, что всего важнее, которых уважал, исчезли или, что еще хуже, стали поодаль, во враждебном положении, с укором на устах и во взорах. К новым людям, занявшим их место, не чувствовалось уважения. В это время новый удар Иоанн овдовел, остался совершенно одинок, остался один на один с своими страстями, требовавшими немедленного удовлетворения. А природа Иоанна мешала ему останавливаться при удовлетворении страстей. При впечатлительности, страстности, увлекательности природы Иоанновой переходы от зла к добру и от добра ко злу были очень скоры. Как следствие, порчи нравственной выставляются две казни. Казнь князя Михаила Репнина и князя Дмитрия Овчинина. Иоанн, по словам Курбского, призвал Репнина на пир, желая привязать его к себе. Когда все общество, развеселившись, надело маски и начало плясать, Репнин стал со слезами говорить Иоанну, что христианскому царю неприлично это делать. Иоанн в ответ надел на него маску, говоря, «Веселись, играй с нами!» Репнин сорвал маску, растоптал ее и сказал, «Чтоб я, боярин, стал так безумствовать и бесчинствовать!» Иоанн рассердился и прогнал его. А через несколько дней велел убить его в церкви подле алтаря во время чтения Евангельского. В ту же ночь велел убить князя Юрия Кашина, когда тот шел в церковь к заутрине. Убили его на самой церковной паперти. Причина этого последнего убийства Курбский не объявляет. Мы сочли себя вправе упомянуть здесь об этих казнях, потому что Курбский в первом послании своем к царю уже говорит, «Зачем ты святую кровь воевод своих в церквах божьих пролил? Зачем мученическую их кровью пороги церковные обогрил?» Иоанн в ответе, не отрицая казни, говорит, однако, «Крови в церквах никакой мы не проливали, и порогов церковных кровью не обогряли». Молодой князь Дмитрий Оболенский-Овчинин, племянник, любимца великой княгини Елены, казнен был по одному известию за то, что поссорился с молодым Федором Басмановым, любимцем Иоанна, и сказал ему, «Я и предки мои служили всегда с пользою государю, а ты служишь гнусною Содомею». Но молчание Курбского о причине казни Овчинина заподозривает приведенное известие. Курбский также противоречит его автору относительно того, как убит был Овчинин. Самым близким человеком к Сильвестру и Адашеву из Бояр был князь Дмитрий Курлятьев. Его с женою и дочерьми сослали в монастырь. Курбский говорит, что их всех постригли насильно, дочерей младенцев, а через несколько лет удавили. Князь Михайло Воротынский семейством сослан был на Белоозеро. До нас дошли известия, как содержались эти опальные вельможи. В конце 1564 года приставы, отправленные при Воротынских, писали, что в прошлом году не дослано было ссыльным двух осетров свежих, двух севрюк свежих, полпуда ягод винных, полпуда изюму, трех ведер слив. Велено было дослать. Князь Михаил бил челом, что ему не прислали государево жалование. Ведра романей, ведра рейнского вина, ведра бастру, двести лимонов, десяти гривенок перцу, гривенки шафрану, двух гривенок гвоздики, пудовоску, двух труб левашных, пяти лососей свежих. Деньгами шло князю, княгине и княжне 50 рублей в год. Людям, их которых было 12 человек, 48 рублей 27 алтын. Мы не знаем, в чем обвинялись эти лица, подвергшиеся смертной казни или заключению. Но знаем, в чем обвинялись некоторые вельможи, подвергшиеся было опале, но прощенные. В 1561 году взято письменное обещание не отъезжать с князя Василия Михайловича Глинского, который проступил. В 1562 году 29 человек поручились по князю Иване Дмитриевиче Бельскому, что ему не отъехать ни в какие государства, ни в уделы, и за этих поручников поручилось еще 120 человек. Но в том же году тот же Иван Дмитриевич Бельский уже снова бил челом за свою вину, что приступил крестное целование и, забыв жалование государя своего, изменил, с королем Сигизмундом Августом ссылался, грамоту от него себе опасную взял и хотел бежать от своего государя. Несмотря на это, государь холопа своего пожаловал, вины ему отдал. В записи Бельский обещается «Служить мне государю своему и потом сыну его большому, который на государстве будет, а которые дети государя моего на уделах будут, мне к ним не отъехать, так же мне к удельным князьям никому не отъехать».